В эфире Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И, как всегда, мы говорим коротко о важном. Гость в нашей студии сегодня первый заместитель председателя правительства Республики Саха, Якутия, Алексей Зосимович Колодезников. Алексей Зосимович, я вас приветствую. Здравствуйте, Марина. Мы продолжаем обсуждать тему послания главы государства к федеральному собранию. И, конечно, хотелось бы начать именно с этого нашего интервью. Скажите, какие важные вопросы были озвучены в послании, применительные конкретно к Якутии? Ну, конечно, надо понимать, что в послании это все-таки было сказано, что основная задача – это благополучие населения. И отделять послания в целом для Якутии как-то было бы неправильно, потому что мы живем в одной стране – в России. Ну, конечно, были отдельные моменты, которые касались и о нас в том числе. Если говорить о развитии того же самого Северного морского пути. Мы в прошлом году уже доставили навигации по Северному морскому пути в Якутию 130 тысяч грузов. Было сказано о модернизации Транссибирской магистрали. Непосредственно это скажется на добычу угля в Южной Якутии, развитие промышленности. Было сказано о том, что нужно развивать энергетику. Понятно, что для нас это все-таки энергетика изолированной зоны, если говорить о развитии энергетики. Отдельно по авиации глава государства остановился. Для нас это очень важный момент с точки зрения доступности услуг для населения. Отметил бы, что озвучена была тема школ и участковых больниц, ФАПов, отдаленных населенных пунктов. Теперь для нас есть дополнительная возможность доказывать на федеральном уровне, что дотацию нужно увеличивать. Мы же тот субъект, который не стал закрывать школы, не стал закрывать участковые больницы и ФАПы. Много было сказано. Отдельно было сказано по развитию Дальнего Востока. Мы понимаем, что внимание будет продолжено по формированию городской среды, по благоустройству. Мы в этих процессах тоже участвуем. В прошлом году с федерального бюджета было получено 200 миллионов рублей. За счет этого благоустройства делали населенных пунктов. Недавно был подписан меморандум с японской корпорацией о строительстве ветропарков Тикси. Скажите, кто будет финансировать этот проект и на каких условиях? Действительно, Егор Афанасьевич Борисов подписал меморандум с японской корпорацией «Неда» и с «Росгидро». Японская компания «Неда» выделяет три ветроустановки и три дизель-генератора. А строительно-монтажные работы будет выполнять «Сахаэнерго». Более того, я прошлой неделе был в Булунском районе, посмотрел, как там уже начали работы. Фундаменты под ветряные станции уже залили. Соответственно, уже в этом году начинаем строительство. – Идет весна, не могу не спросить, конечно же, о подготовке к паводку. Синоптики прогнозируют, что в этом году на севере Якутии возможно повторение паводка прошлого года. Как обстоят дела, какие пренитивные меры сейчас принимаются, какие будут еще приняты? – Действительно, наблюдаем, что высокие снегозапасы у нас в Верхнеколымском районе, в Среднеколымском районе, в Нижнеколымском районе, в Абыйском, в Момском. По сути, ситуация прошлого года повторяется. Более того, река Алазия стала при высоких уровнях. Для нас очень важно, чтобы мы все-таки превентивные мероприятия вовремя провели. И 22 января мы подписали уже распоряжение по мероприятиям по пропуску весеннего половодия. Конечно же, будем традиционно заниматься и зачернением, распиловкой льда, отгоном скота, эвакуацией, чтобы все-таки у нас ущерба этой экономики и населению были минимальными. Планируем встретиться с населением тех населенных пунктов, которые у нас все-таки прогнозируются с прохождением сложно. Соответственно, подготовить население тоже надо. То есть мы во всеоружии? Ну, для нас паводка ситуации, она же традиционная, поэтому мы всегда готовимся заранее. И конкурсные процедуры по работам, которых я озвучил, уже начаты. Своевременно подготовимся. А как будет проходить? Потому что по олене той же самой тоже прогнозируется в районе Якутска, Намска, Хангаласка, в районе заторные явления. Соответственно, подготовимся. А вот село Березовка, которое страдает очень от половодия, было принято решение, что будет перенесено на возвышенность. Когда это произойдет? И тут еще перед Новым годом произошла ситуация, авария произошла. По Березовке действительно сформирован проектный офис. Рабочая группа начала уже свою работу. Мы в этом году предусмотрели 37 миллионов рублей на начало строительства жилых домов. Предусматривается в этом году построить 4 двухквартирных дома. Соответственно, проектируем ферческо-акушерский пункт. СГЗ занимается пересмотром стоимости строительства детского сада по дизельной станции. Сахая Энерго сформировала уже эту модульную дизельную станцию, состоящую из 8 контейнеров. Груз уже будет уходить через 2 недели. И мы в этом году дизельную станцию в Березовке новую построим. Уже в этом году? В этом году ведем. Ну, если говорить так, в целом, для сферы ЖКХ начало года выдалось сложным. Это авария в Котеле на Бердегистяхе, пожар в Югоренке. Ну, если в первом случае справились ситуации очень быстро, то в Югоренке достаточно долго шли восстановительные работы. Буквально недавно подключили дома только. Вот с чем это связано? То есть нам не хватало сил, средств? Ну, вот, Марина, у нас же теплоснабжением занимаются несколько организаций коммунального комплекса. Есть крупные, такие как БЖКХ, 26 районных работают. Теплоэнергосервис, допустим, крупные компании. А есть мелкие компании. Вот Югоренок – это пример, когда там одна компания, золотодобывающая, Рудник Дуэт, эксплуатирует котельную. Возгорание произошло, тушили долго. Кровля горела, там битумная, поэтому несколько дней, там, двое суток тушения происходило. Но мы ситуацию взяли на контроль. Увидели, что компания, Рудник Дуэт, не может справиться с ситуацией. Направили туда бригады Самгинского, Мегена-Кангаласского, Сусь-Салданского района, с города Якутска, группа жилищно-коммунального хозяйства. Теплоэнергосервис, бригада работала с Усть-Майского района. Кстати, хочу спасибо передать, слова благодарности, что все-таки люди там отработали, восстановили это теплоосновожение в жилом фонде. А крупные компании, такие как ГУП, у них возможности оперативного влияния значительно выше. И, соответственно, скорость восстановительных работ выше. Поэтому мы должны сейчас все-таки понимать, что мы абсолютно правильное решение принимали 15 лет назад по созданию ГУП жилищно-коммунального хозяйства. И это решение себя оправдало абсолютно. Алексей Засимович, в этом году ожидается ввод стратегического для Якутска объекта. Это водозабор. Скажите, все ли вопросы решены с финансированием? И вот кто будет финансировать этот проект? Ну, этот объект очень важный в силу того, что будет обеспечивать качественным водоснабжением нашу столицу, в которой проживает более 300 тысяч человек. Мы действительно все вопросы по источникам финансирования решили. У нас по первому этапу было привлечено ЕБРР 2,1 млрд. И мы в Евразийском банке в конце года взяли кредиты. Водоканал взял кредит. И в этом году окончательную стоимость ФДБ взяли на кредитование. По источникам финансирования вопросы полностью решены. Более того, мы не будем использовать тариф для того, чтобы гасить этот кредит. За счет бюджета будет гаситься сумма привлекаемых кредитов. В этом году, в октябре месяце мы введем. Большой объект, очень серьезный. Это очень здорово. Действительно, мы все этого ждем. Скажите, а вот компания «Двуэк» планирует реализацию на территории республики двух крупных проектов. Давайте, зрители, познакомимся с этими проектами поподробнее. Что это за проект? «Двуэк» строит, конечно, линии электропередач уже десятилетия в Якутии. И в этом году связана работа с энергоснабжением объектов «Сила Сибири». У нас все-таки газопровод строится, строится опережающими темпами. Этот газопровод магистральный будет введен в декабре 2019 года. И у нас идет строительство еще линии электропередач в сторону Иркутской области, сухого лога. Соответственно, отрабатывается вопрос еще внешнего энергоснабжения Чейнгинского нефтегазоконденсатного месторождения. Этим занимается «Двуэк». Думаю, что с теми вопросами, которые они сейчас сталкиваются, они решат задачу построительства объектов, которые я озвучил, сделать. Ну и у нас сейчас с ними отрабатывается вопрос строительства линии «Мирный Сунтар-Нюрба» на Кын, в том числе с обеспечением энергоснабжения на Кынском местовоорождении «Алороса». Мы делаем технико-экономическое обоснование, оно уже к завершению идет. И все-таки постараемся этот объект тоже начать. – Вот буквально недавно Владимир Путин говорил о том, что будет продолжена реконструкция сети региональных аэропортов, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. Вот хотелось бы узнать, в связи с этим будет ли восстановлено финансирование этого вопроса и какие авиаплощадки будут построены и реконструированы у нас в Якутии? – Марина, у нас 32 аэропорта, из них только 9 имеют искусственное покрытие, соответственно, остальные грунтовые. Для нас реконструкция и модернизация аэропортов – это очень важная тема. Мы по 15 аэропортам имеем уже проектно-сметную документацию, стоимость 27 миллиардов рублей. – Понятно, что нужно решать вопрос того же самого Алёкминска. В прошлом году из-за увлажнения полосы почти 40 дней этот не работал аэропорт. Это очень серьезная проблема. Мы начнем строить аэровокзальное здание в Нерингре, потому что там развивается ТОР Южная Якутия. Поручение есть Юрия Петровича Трутнева, ускорить проектирование. Уже в октябре месяце проект должен пройти госэкспертизу, соответственно, в Нерингре тоже это будет начинать. Понятно, что Средний Колымск, Вилюйский, аэропорты – это тоже в плане. И мы должны это решать в ближайшее время, потому что те же самые самолеты Ан-24, Ан-26, они будут выходить из эксплуатации, соответственно, нужны хорошие взлетно-посадочные полосы. Алексей Засимович, я вас благодарю за эту беседу. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях сегодня был первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Колодезников. Оставайтесь на нашем канале, вы всегда будете в курсе всех самых важных событий. Все узнаете первыми. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин